Всем привет. С вами инженер электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать установку и настройку программируемого терморегулятора RTC-E51. Он применяется для регулировки температуры помещения как с помощью теплых полов, так и другого нагревательного оборудования. По функционалу он похож на рассматриваемый в моем ролике терморегулятор RTC-E91, но отличается от него как дисплеем, так и управлением. Ссылку на видео по терморегулятору E91 я оставлю в описании. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики по электрике и автоматике. И особая благодарность за ваши лайки и репосты. Этот терморегулятор имеет такой приятный серебристый дизайн. Также дизайн бывает белый, слоновая кость и золото. Подобрать дизайн и заказать терморегулятор по минимальной цене вы можете по ссылке в описании. Терморегулятор может коммутировать нагрузку до трех с половиной киловатт, регулировать температуру от 5 до 55 градусов. Температура помещения для установки терморегулятора должна быть в пределах от минус 5 до 50 градусов. При этом следует избегать для установки терморегулятора влажных помещений и мест, где возможно попадание брызг воды на терморегулятор. Устанавливается данный терморегулятор легко. Вот мы терморегулятор обесточили. Одним движением снимаем внешнюю рамку, отодвигаем фиксатор и после этого терморегулятор снимается с установочной пластины. Фиксируем установочную пластину с помощью саморезов к подрозетнику. Подключается данный терморегулятор также как и другие терморегуляторы. Меня уже на канале есть видео по установке терморегуляторов. Ссылки я оставлю в описании. Мы же разберем особенности подключения данного терморегулятора. Провода фиксируются в терморегуляторе винтовыми зажимами. При этом к первому контакту подключается фаза, ко второму контакту подключается к ноль, к следующим двум контактам подключается нагревательный элемент и к последним двум контактам подключается внешний датчик. Все клеймы должны быть хорошо зажаты. При этом рекомендую еще раз проверить правильность подключения терморегулятора. Неправильное подключение терморегулятора может привести к выходу его из строя. Собирается данный терморегулятор в обратной последовательности. Ставим терморегулятор на фиксирующую пластину. Смотрим, чтобы все фиксаторы установочной пластины вышли наружу. Прижимаем терморегулятор и крепим его фиксирующей рамкой. После этого ставим внешнюю рамку. Вначале фиксируем вниз, а потом защелкиваем вверх. У нас терморегулятор установлен. Подключаем питание. Терморегулятор имеет большой экран с подсветкой, 4 управляющие кнопки и встроенный датчик температуры. В терморегуляторе этот датчик подключен по умолчанию. Если вы хотите терморегулятор использовать для электрического теплого пола, то в настройках этот датчик нужно сменить на внешний. Как это сделать, я объясню позже. При первом включении терморегулятора, он находится в ручном режиме. Об этом нам говорит значок в виде ладони. В этом режиме терморегулятор поддерживает долгое время заданную температуру. Справа отображается температура датчика. Слева отображается значение температуры, которое контролируется терморегулятором. Если температура датчика ниже этой температуры, то включается обогрев. При превышении терморегулятор выключает обогрев. Поддерживаемую температуру можно регулировать кнопками вверх-вниз. Вот мы поднимаем эту температуру до 30 градусов и у нас терморегулятор включает обогрев. Вот уменьшаем опять до 25 градусов и терморегулятор выключает обогрев. Если кнопку вверх-вниз удерживать некоторое время, то включается блокировка клавиатуры. При этом отображается значок в виде замка и терморегулятор сейчас не реагирует на клавиатуру. Если мы кнопки вверх-вниз опять удерживаем некоторое время, то у нас значок замка пропадает и мы можем опять регулировать температуру. Включение и выключение терморегулятора осуществляется этой кнопкой. Прежде чем включить программный режим, нужно настроить часы. Для этого нажимаем на несколько секунд вместе кнопки вверх и книжку. В результате попадаем в режим настройки часов. Мы можем подрегулировать минуты. Дальше нажимаем книжку. Мы настраиваем часы кнопками вверх-вниз. Нажимаем книжку. Мы можем управлять днем недели. У меня сейчас воскресенье, ставлю седьмой день недели. Нажимаем книжку, чтобы запомнить настройки времени. Терморегулятор сразу зашел в программный режим и у нас уже высвечиваются часики. Кнопкой книжка мы можем переключать ручной и программный режим. В программном режиме слева отображается как время, так и температура, которая запрограммирована в данный момент. Терморегулятор имеет встроенный аккумулятор, что позволяет сохранить настройки терморегулятора при временном отключении электричества, но не более чем на двое суток. Терморегулятор регулирует температуру в режиме недельного цикла. По умолчанию стоит режим 5 плюс 2. То есть у нас отдельно настраивается 5 будних дней и 2 выходных. Можно установить также режимы 6 плюс 1 и 7 плюс 0, но о них поговорим позже. Будние дни настраивается в 6 временных промежутков, со своими настройками температуры. В выходные 2 временных промежутка. В инструкции приведен пример работы терморегулятора в программном режиме. Тут приведем комфортный и экономичный режим температуры. Первая и вторая колонка. Но вы можете их настроить под себя. Для этого длительное время удерживаем книжку. И мы переходим в режим программирования. У нас получается в 6 утра мы поднимаемся, нажимаем книжку. И у нас поддерживается температура 20 градусов. Мы ее можем регулировать вверх-вниз. Оставляем 20 градусов. Нажимаем книжку. В 8 утра мы уходим на работу. Нажимаем. И у нас терморегулятор будет поддерживать 15 градусов. Пока мы будем на работе. Нажимаем книжку. В 11.30 мы приходим с работы на обед. Тут мы также можем подрегулировать. Скажем, мы приходим в 12 часов. Нажимаем книжку. Пока мы пришли, у нас терморегулятор будет удерживать 15 градусов. Мы можем поднять до 20. Нажимаем книжку. В 12.30 мы уходим опять на работу. Нажимаем книжку. Пока мы будем работать, у нас будет поддерживаться температура 15 градусов. Нажимаем книжку. В 17.00 мы приходим с работы. И у нас будет поддерживаться температура 22 градуса. Нажимаем. В 22.00 мы ложимся спать. Также можем подрегулировать. Например, мы ложимся в 23.00. Нажимаем книжку. Пока мы будем ночью спать, у нас будет поддерживаться температура 15 градусов. Нажимаем. Мы переходим в режим программирования выходных дней. Это суббота-воскресенье. В 8.00 мы встаем. После подъема терморегулятор будет поддерживать температуру 22 градуса. Нажимаем. В 23.00 мы ложимся спать. Нажимаем. Во время сна терморегулятор будет поддерживать температуру 15 градусов. Нажимаем выключение. И при этом мы запомнили наши программные настройки. Вот мы под себя терморегулятор настроили. Если нам нужна другая температура во время программного режима, мы можем кнопками вверх-вниз эту температуру подрегулировать. Это называется режим комфорта. И он отображается двумя значками. Ручной режим и часики. Это значение температуры будет действовать до начала следующего временного интервала программы терморегулятора. При настройке терморегулятора нужно учитывать инертность работы нагревательных элементов. Начинать нагрев теплого пола нужно заранее. Где-то за полчаса или за час до того, как нам нужно необходимое значение температуры. Чтобы получить больше возможностей от терморегулятора, нам нужно перейти в режим расширенной настройки. Для этого выключаем терморегулятор и включаем его с нажатой кнопкой книжка. Вот мы перешли к расширенным настройкам. Первым пунктом мы можем подкорректировать показания датчика температуры кнопками вверх-вниз. Нажимаем книжку. Вторым пунктом выбираем датчик. По умолчанию у нас стоит встроенный датчик. Мы можем включить как внешний датчик, так и оба датчика сразу. Если мы включили оба датчика сразу, то регулировка идет по встроенному датчику. Но если температура внешнего датчика превышает температуру отсечки, то терморегулятор отключает обогрев. Температуру отсечки мы настроим следующим пунктом. Но для работы с электрическим теплым полом я рекомендую включать внешний датчик. Нажимаем книжку. Третий пункт это температура отсечки для теплого пола по внешнему датчику. Мы ее тоже можем подрегулировать вверх-вниз. Нажимаем книжку. Это шаг регулирования температуры. По умолчанию она стоит 1 градус. Нажимаем книжку. Пятый пункт это включение режима антизамерзания. По умолчанию он выключен. Что будет при его включении. Если температура в помещении уменьшится меньше 5 градусов, то терморегулятор включит теплый пол, даже если терморегулятор находится в выключенном состоянии. А затем терморегулятор будет поддерживать температуру не ниже 5 градусов. Выключаем этот режим. Нажимаем книжку. Шестой пункт это переключение количества рабочих и выходных дней. По умолчанию это 5 рабочих и 2 выходных. Мы можем сейчас сделать 6 рабочих и 1 выходной. Мы можем сделать, что все 7 дней будут рабочими. Если включим режим OFF, программный режим отключается. Седьмой и восьмой пункт в данном терморегуляторе не используется. Девятый пункт. Мы можем поднять верхние пределы регулировки температуры до 90 градусов, если это необходимо. Нажимаю книжку. Это сброс на заводские настройки. Нажимаю выкол, чтобы сохранить наши настройки. Делаем выводы. Данный терморегулятор полезен, когда твой график жизни укладывается в недельный режим. И данный график почти не меняется. При смене графика или включаешь регулятор в ручной режим или перепрограммируешь. Также можно воспользоваться режимом комфорта. В следующих видео я расскажу о других премудростях электрики и автоматики. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. Свои вопросы и свой опыт работы с этим терморегулятором пишите в комментариях. До встречи в новых и старых роликах.